МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис. Вместе со мной работает оператор Михаил Осетров. Кадр дня, с которого мы сегодня начнем, прислал нам Валерий Генералов. Но прежде чем перейти к фотографии, предыстория. Вот кадр из любимой кинокомедии «Джентльмены удачи вспомнили». А теперь смотрим на фотографию и, что называется, найдите 10 различий, снято в индустриальном районе Перми. Эта маленькая речка течет в микрорайоне кислотные дачи. Течет, что характерно, давненько, больше месяца. Вытекает откуда-то из-под крышки колодца и дальше струит свои воды между домами по Черняховского 30 и Ольховской 29. Люди уже мостик из досочек приспособили, потому что иначе пройти в принципе невозможно. И жители этих домов всерьез опасаются того, что если дальше так будет продолжаться, им попросту фундаменты размоют. А что, дело не хитрое. Злые вы, не любите вы меня, уйду я от вас. Эти слова из старого анекдота вспомнились нам на остановке микрорайонки Слотные дачи. И вот по какому поводу. Вот светофор через улицу Ракитную. Основной работает нормально и в штатном режиме. А вот с пешеходным есть вопросы. Он развернут так, что совершенно непонятно, кому и что он показывает. Так что анекдот анекдотом. А переходить Ракитную здесь, в этом месте, не так уж и удобно. Пой душа, звени струна. Так называется выставка народной куклы, которая работает здесь, в выставочном зале библиотеки номер 8 на Гаевинской 6. Авторы всех этих работ участники клуба Рада под руководством народного художника Ирины Ивановны Хабышевой. Любуйтесь, интересно. Выставка участников клуба Рада будет работать до конца января. Ну а с февраля здесь ждут гостей из Ильинского района. И это такой небольшой анонсик. Вот обратите внимание, это домик дедушки Каковани. Можно снять крышу и заглянуть внутрь. И удивиться, насколько тонко и затейливо там все сделано. И лампочки, и чугуны, и даже баранки на столе. В общем, есть на что посмотреть. Приходите. Прежде чем попрощаться, напоминаем, продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. Вот подарок для победителя. Сертификат на 5000 рублей от торгового центра Иола, что на Стахановской 54. В торговом центре Иола широчайший ассортимент товаров для охоты, рыбалки и активного отдыха. Словом, есть за что бороться, друзья. А посему? Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы, сайт телекомпании «Рифе» в интернете. Не обходите вниманием нашу группу ВКонтакте. С нетерпением ждем ваших интересных сообщений. Ну, а на сегодня Игорь Гиндис и Михаил Ситров заканчивают свою работу. Спасибо. Удачи. Пока.